Всем привет! С вами Юлия Фарита. И сегодняшний наш урок посвящен меженце. Это одна из моих любимых тер. И, с одной стороны, очень легкая, вроде бы, потому что мы все с вами выступаем с меженце. С другой стороны, здесь есть очень много нюансов, которые я бы хотела сегодня обсудить. Итак, давайте по порядку. Что такое меженце вообще? Я думаю, что все знают о том, что меженце это не совсем правильное название, да? Что слово походит от французского, от трех слов, mes ensemble, что означает положение на сцене. Положение танцоров, положение актеров, потому что изначально слово «меженце» пришло к нам из театра. Мезансцен, не совсем «меженце». Почему стало «меженце»? Ну, вроде как, говорят, что музыканты неправильно немножечко изменили слово, то есть неправильно его произносили, и таким образом у нас получилось слово «меженце». Вот. Что ж, в любом случае мы все его знаем именно под этим названием, и мы все с вами знаем о том, что «меженце» это наша с вами визитная карточка. Очень часто употребляем именно вот это выражение «визитная карточка», потому что с «меженце» мы представляем себя как танцоры. Если вы танцуете программу, будь это в Египте или где-либо на фестивале, где у вас есть возможность выступить с несколькими хореографиями, «меженце» всегда будет первой хореографией, которую вы танцуете. Если она у вас есть в программе, в принципе, нельзя танцевать сначала классическую песню, затем «меженце». То есть, если вас даже просят в гала-концерте переставить, а можете сначала станцевать «табло», а потом «меженце», лучше отказаться. Ну, просто это будет не совсем верно. Вот. «Меженце» значит это ваше представление. Почему визитная карточка? В этой танце вы кратко показываете все, ну не то чтобы все стили, которыми вы владеете, но различные стили, различные настроения, которые вы можете передать в танце. Очень часто мои студенты говорят, что «Ой, Юль, ну вот как-то «меженце», и «Ой, я не хочу его танцевать», ну какое-то неинтересное, тут только нужно постоянно улыбаться и бегать по сцене». Ну вот, такое существует мнение, не знаю, что вы скажете на эту тему, но вот мне так часто говорят. И я с этим абсолютно не согласна, потому что для того, чтобы правильно танцевать «меженце», его нужно понять для себя, что вы хотите сказать этим танцам. И об этом мы сегодня с вами и поговорим. У нас будет посвящен определенным техническим рекомендациям, которые могут пригодиться вам в изучении хореографии и отработки некоторых движений. Первое, что я хотела обсудить с вами и над чем поработать, это наш корпус – шея, плечи, грудной отдел. Очень часто у нас возникают здесь зажимы ввиду нашей гиперответственности и многим другим факторам. Так вот, чем это выражается чаще всего в танце? У нас получается очень такой прямой вверх, и чем больше мы стараемся сделать движения бедрами, тем больше мы зажимаем вверх. Допустим, там делают даже какую-то лошадку, получается напрягли вот здесь и пытаемся сделать движение здесь. Чем это плохо? Ну, во-первых, это заметно. Этот зажим заметен, потому что у вас начинает шеи прослывать вот так вот жил. Соответственно, напрягается и лицо тоже. Во-вторых, у вас намного хуже становится техника бедра, потому что вы вот эту силу, которую могли бы вложить в бедра, вы ее отдаете вверху. И за счет того, что здесь еще задерживается дыхание определенным образом, потому что вы делаете это на зажиме, у вас бедра становятся слабее, и дыхание уже не становится ровным. И за счет этого сложнее дотанцовывать до конца хореографию, потому что просто элементарно вот здесь получается блок. Что можно сделать для того, чтобы этот блок убрать? Во-первых, это различные элементы во время вашей разминки, которые помогают расслабить, просто расслабить шею и плечи. Начиная от простого даже немножко массажа, перед тем, как вы начинаете заниматься, а особенно подготовка перед выступлением. Сейчас я эту тему отдельно затронула, так? Вот. Хорошая разминка шеи. Ну, то, что вы ее разминайте, понятно, да? Но если вы...